На прошлом уроке мы поговорили о трёх из четырёх букв-приставок, которые имеются в начале Аль-Фи'ал-Мудари, глагола «Настоящее будущее времени». Эти три приставки – это «Хамза», «Нун» и «Я». И мы сказали, что из четырнадцать форм глагола «Аль-Мудари» «Хамза» имеет одну форму – «Ак-Тубу», «Нун» имеет одну форму – «Нак-Тубу». А вот для приставки третьего лица «Я» целые четыре форма глагола «Як-Тубу», «Як-Тубан», «Як-Тубуна» и «Як-Тубна». Значит, эти три приставки – в начале шести из четырнадцать форм глагола «Аль-Мудари». В начале всех оставшихся в восьми форм глагола «Аль-Мудари» имеется приставка «Та». Итак, все формы второго лица глагола Аль-Мударя имеют в своем начале приставку та, например, антитактуба, ты, то есть мужской род, пишешь, антитактубина, ты, женский род, пишешь, антумат тактубани, вы двое пишете, эта форма используется как для мужского рода, так и для женского рода, то есть вы двое мужчин или две женщины пишете. Значит, тактубани на самом деле это две формы. Дальше у нас антитактубуна, вы, то есть мужчины пишете, и антитактубна вы, то есть женщины пишете. Это 6 форм, оставшиеся две формы, это форма единственного числа женского рода третьего лица, например, тактуба, то есть и тактуба, и форма двойственного числа женского рода третьего лица, гма тактубани, они, то есть две женщины пишут. Из всего упомянутого можно сделать вывод, что любой глагол Аль-Мударя, на конце которого имеется местоимение ВАУ, мы автоматически знаем, что это форма множественного числа мужского рода. Однако, чтобы узнать, какого лица, мы смотрим на приставку в его начале. Если это приставка Е, то это третье лицо, например, Яктубуну. Если в начале имеется приставка ТА, то это второе лицо, например, Тактубуна, то есть Антум. Значит, в начале глагола, у которого на конце имеется местоимение ВАУ, в его начале может иметься приставка третьего лица Я или приставка второго лица ТА. Если же на конце глагола Аль-Мударя, глагола настоящего будущего времени имеется местоимение НУН, то мы сразу определяем, что это форма глагола множественного числа женского рода. Однако, какого лица, это определяется по приставке, точно так же, как в случае с местоимением ВАУ. Здесь в случае с местоимением НУН, если в начале глагола имеется приставка Я, то это форма третьего лица, Яктубна, а если в начале имеется приставка ТА, то это второе лицо, Тактубна. Значит, в начале глагола, на конце которого имеется местоимение множественного числа женского рода НУН, в начале такого глагола может быть приставка третьего лица Я, например, Яктубна, или приставка второго лица ТА, например, Тактубна. Если у глагола альмудара на конце имеется местомение «я», то мы сразу же понимаем, что перед нами форма глагола единственного числа женского рода второго лица. То есть мы уже автоматически знаем, что здесь форма второго лица, так как в начале глагола этой формы будет только приставка «та». И другой такой формы просто не существует. Значит, увидев на конце глагола местомение «я», мы знаем, что оно обозначает местомение «анти». И в начале у него может иметься только приставка «та». Яктубина арабы не говорят, такого не существует. Значит, с местомениями «вау», «нун», «я» дело обстоит легко, и в них трудно разобраться. Мы смотрим на местомение в конце, а также на приставку в начале. А в случае с местомением «я» даже этого не нужно. Здесь в начале всегда приставка «та». Дальше. Если в начале глагола «альмудар» имеется приставка «хамза», то это означает, что перед нами форма глагола единственного числа первого лица, как мужского рода, так и женского. Например, «ана» Актубу. Значит, увидев «хамзу», в начале мы сразу понимаем, что «фааль», то есть действующее лицо, здесь выражено скрытым местомением «ана». А если в начале глагола «альмудар» имеется приставка «нун», то она указывает на множественное число первого лица, как мужского, так и женского рода, например, «нахну» Актубу. С этим тоже все легко. Местомение «альф» имеет четыре формы. Четыре формы глагола «альмудар» – это «яктубани» для двойственного числа мужского рода третьего лица. Значит, «альф» в отдельности здесь указывает только на двойственное число, так как он может быть на конце как форма глагола мужского рода, так и женского, как третьего лица, так и второго. Поэтому по одному только «альфу» не определишь. А вот если мы посмотрим на местомение «альф» на конце и приставку «я» в начале, мы уже будем знать, что это форма двойственного числа мужского рода третьего лица. Ее уже не перепутаешь с другой формой. А остальные три формы местоимения «альф» полностью схожи, совпадают между собой. Так, тактубани, например, может быть формой двойственного числа женского рода третьего лица, то есть «гума» тактубани, они две женщины пишут. А также может быть формой двойственного числа мужского рода второго лица, то есть «антума» тактубани, вы двое мужчин пишете. И, наконец, может быть формой двойственного числа женского рода второго лица, то есть тоже «антума» тактубани, но уже вы две женщины пишете. Значит, эти три формы полностью совпадают, а различают их по контексту. Например, если мы где-то читаем, в какой-то книге мы читаем, например, «Ат-Туали-Батани, Тактубани-Дарса», «Две ученицы пишут урок», мы понимаем, что местомение «Алифа» обозначает местомение «Хума», а не «две», так как вначале упоминается имя женского рода «Ат-Туали-Батани». И, как видно, мы к ним здесь не обращаемся, то есть это не второе лицо. А в другом случае, например, «Ат-Тактубани-Дарса и Ат-Туали-Батани», вы пишете урок «Ат-Туали-Две ученицы» или вы будете писать. Здесь звательные частицы, или, скажем, частицы обращения «Я» вместе с именем женского рода «Ат-Туали-Батани», который приходит после этой частицы. Все это указывает на то, что «Алиф» здесь – это местомение двойственного числа женского рода, второго лица, то есть «Тактубани-Ан-Тума-Ат-Туали-Батани». А в другом примере «Ан-Тума-Тактубани-Ят-Тали-Баним», то есть вы пишете о два ученика. Мы видим, что обращение направлено к двум ученикам. И, соответственно, здесь у нас будет форма глагола двойственного числа мужского рода второго лица. Осталось упомянуть две формы, которые также схожи между собой, совпадают. Это форма единственного числа женского рода третьего лица «Тактубу», то есть «Тактуба-Гия», а также форма единственного числа мужского рода второго лица «Тактубу», тоже «Тактуб», то есть «Ан-Тактуба», но уже «Ан-Тактубу». Так же, как и в случае с элифом, здесь различие определяется контекстом. Например, атактубуддарсия Мухаммаду, ты пишешь урок о Мухаммаде или ты будешь писать урок о Мухаммаде? Здесь мы понимаем, что атактуба – это форма единственного числа мужского рода второго лица, так как обращение направлено к мужчине. Исследователи в этом глаголе имеются скрытые в обязательном порядке местомения анта. Анта тактубу, то есть анта. В примере а ищет в тактубу, а еще пишет или будет писать. Мы знаем, что в глаголе тактубы имеется скрытый в нем в допустимой форме местомение хия – она. Тактубу, то есть хия. Так как глагол здесь предшествует имя женского рода, о котором и сообщает данный глагол. Значит, тактубы иногда содержит в себе местомение анта, а иногда хия. Различить это можно при помощи контекста. На этом все на сегодня. На следующем уроке, иншаллах, мы поговорим о том, как спрягается альфа'ля мудара. Ахамдулилляхи раббил ааламин. Субтитры создавал DimaTorzok